Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Ну что ж, мои дорогие любители скоростей, сейчас вы получите настоящий праздник для своих глаз. Погнали! Мы разбираем сегодня стрижки пилотов Формулы 1. На самом деле я вырос на многих вот этих именах, когда еще был маленький, я тоже следил за карьерой этих людей. Потом до сих пор я иногда интересуюсь этим. Это такое осталось где-то небольшое маленькое хобби. Я восхищаюсь на самом деле этими ребятами. Прежде чем мы начнем, хотелось бы подметить интересный момент. Многие ребята, которые, допустим, футболисты, зачастую носят короткие стрижки, хотя у них голова не покрытая. А, к примеру, хоккеисты и пилоты Формулы 1 носят в основном удлиненные стрижки в то время, когда они постоянно голову надевают шлем. Я не могу понять логики. По логике вещей под шлемом, наоборот, должны оставлять меньше волос, что все это дело не по телу. Но я как человек без волос не могу оценить, поэтому, ребят, накидайте в комментариях свои версии, почему ребята, кто выступает в шлемах, наоборот, отращивают волосы. Мы переходим с вами к нашему первому герою нашей подборки. Это Марк Уэбер. Вот так он выглядит. Обратите внимание на форму его лица. Это практически такое прям ярко выраженное квадратно-прямоугольное лицо. Я даже не могу называть его полностью квадратным, потому что он немного вытянута к низу. Но это и не овал, и не треугольник. Это вот прям такой монументальный вот эти углы челюсти, тяжелый подбородок. Смотрится здорово и круто. Что бы здесь можно было подстричь? Что-нибудь с таким удлиненным фронтом, чтобы лицо немножко вытянуть. Но виски здесь короткими делать было бы все равно нельзя, потому что иначе мы бы излишне вытянули лицо, он превратился бы в такую брутальную версию Камбербэтча. Что бы этого не было, ему подобрали очень хороший образ его стрижки. Либо он к нему уже просто привык. У него есть волосы как на висках, так и на фронте. И несмотря на растрепанность, это создает удачный силуэт. Удачный в каком плане? Обратите внимание, друзья, его стрижка, она подстрижена, сразу видно, что это не наши вот такие русские барберы стригли. Кстати, русские барберы сейчас, я могу сказать, что такие даже получше, чем остальные другие в мире, если честно. И часто выигрывают и международные соревнования. И да, у нас очень много талантливых, толковых барберов сейчас в нашей сфере есть. Мы говорим о таком усредненном восприятии ребят в нашей стране, что все стрижки должны быть такие, как коробка. Вот такой у тебя надели на гладку, квадратную коробку, вот эти виски идеально прямые, все прямое. Здесь такие улыбки, такой должен в идеале быть, как дюк-нюк, им такой вышел, такой пошел, все. Вот это, допустим, на западе не так популярно. Почему? Потому что, обратите внимание, здесь красиво эти волосы расширяют лицо и создают красивый силуэт. И смотрится это естественно круто, нормально, и у тебя нет никакого диссонанса. А если бы мы ему выпиливали вот эту прямую коробку, у него была бы квадратная стрижка на квадратном лице, смотрелось бы просто ужасно. Поэтому обратите внимание, что не всегда нужно выпиливать ровно эти виски. Может быть вот это расширение плоскости, а может вот так расходиться, и смотрится это очень здорово. Чтобы носить такую же стрижку, нам потребуется порядка 4-5 сантиметров волос на височно-боковой зоне, порядка 8-9 сантиметров на фронтальной части головы. И все это растрепывается, укладывается без какого-либо четкого явного пробора, просто на одну из сторон очесывается, скорее всего, руками. Волосы у него позволяют, обладают едва такой заметной волной. И смотрится все это очень хорошо, смотрится стильно, даже несмотря на небольшую седину, которая у него начала появляться. Подойдет такая стрижка, ребятам, внимание, с квадратным лицом, только в случае, если оно похоже на его, когда она немножко вытянута ближе к прямоугольнику. Прямоугольному лицу, такому вытянутому, по-любому подойдет. Ромбовидному, треугольному к низу лицу, худому, худощавому тоже подойдет. Ребятам с круглым лицом я крайне не советую такую стрижку. Она не подойдет и будет смотреться ужасно. Мы с вами переходим к Нико Росбергу, друзья. Вот он. Был он вот такой, вполне себе в стиле 90-х. Здесь мы видим отросшую стрижку. Есть здесь что-то и от штор. Есть здесь что-то такое от малета, но не совсем. Мы видим просто отросший затылок, который закрывает шею и не может не выбиваться за линию шеи в данной длине. Тем не менее, общая длина это не прям каре. Это не прям боб. Это реально мужская удлиненная стрижка. Название придумать тяжело, но такие стрижки я в свое время стрик. Как они делаются? Здесь сама вся суть в том, что мы не простригаем волос к волосу. А волосы должны распадаться как бы отдельными прядками такими. Да, вот немножко слоев. И оно все у тебя накладывается. И когда ты руками вот так все волосы убираешь, смотрится естественно, распадаясь с очень красивой структурой. Укладочные средства нужны ли здесь? Однозначно это укладывается. Либо с помощью пудры сверху, если волос позволяет. Однозначно это грумингтоник. Однозначно за такими волосами нужно ухаживать с помощью кондиционера. Все эти, допустим, если у вас подобную стрижку вы хотите, укладочные средства вы можете приобрести по ссылочке. У нас в описании канала есть ссылочка на наши маркетплейсы. Там все можете узнать. Так вот, идем дальше. Подобная стрижка подойдет ребятам с квадратным лицом, с прямоугольным лицом, с ромбовидным лицом, в принципе и с овальным лицом. Ребятам с круглым лицом не совсем подойдет, если только не отрастят чуть побольше фронтальную часть головы и больше не сделают шторы. Стрижка классная, такая шапка целая волос, смотрится здорово, но потом он ее поменял и сделал ее вот такой. И здесь вы уже можете увидеть более современный вариант убранных назад волос. Это можно даже не слегбэком назвать, это просто вот все назад. У меня спрашивают, как такую стрижку назвать? Я говорю, да назови ее, все назад. Ну как вот ты ее еще назовешь? Сликбэк это когда прям зализано все это, да? Можно сказать там пушбэк, но это как правило с объемом убирают назад. Там еще как-то свипбэк, мы же отсылаемся к англоязычным названиям. Ну так принято, да? И это когда волосы просто рукой убраны назад. А здесь они и уложены, но нет излишнего объема, нет зализанности. Это просто стрижка вот все назад. Ты простригаешь ее аккуратненько, смотрится хорошо, смотрится стильно. Для того, чтобы ее носить потребуется от 2 до 4 сантиметров волос на высочно-боковой зоне. Потребуется порядка 6-8 сантиметров волос на фронтальной части головы, можно даже больше. Но все это укладывается строго с помощью довольно серьезных уже стайлингов. Это либо воски на жировой основе, это может быть помады на водной основе. Но даже пасты здесь уже скорее всего не подойдет. Должны быть хорошо тянущиеся стайлинги, которые будут укладываться, и их все равно будет видно на волосах. Если вы не хотите показывать всем, что вы пользуетесь укладочными средствами, такую стрижку вам будет очень тяжело укладывать, практически невозможно. Лучше обратить внимание на что-нибудь другое. Мы идем с вами дальше, к человеку, который явно не заморачивался о том, как подобрать себе стрижку. Это Себастьян Фиттель. Вот. Здесь вы можете увидеть в принципе такую заросшую стрижку, обросшую, опять же вот эта грива волос. Никаких плоскостей тут нет, и на самом деле очень интересно, что она ему тоже подходит. Почему? Вытянутое вниз лицо. Если мы ему выбреем виски, он станет похож на верблюда. Также у него есть очень глубокие лобные впадины, как и у меня, только я голову брею, а у него они просто есть. Если он сделает стрижку покороче, либо очешет волосы налево-направо, у него откроются вот эти глубокие залысины. Поэтому он выбрал вот этот вариант, когда вот эта шапка волос просто все это по чуть-чуть прикрывает, все это смотрится в принципе неплохо. И ему объективно подходит, он сам еще по его росту, все это стрижка ему очень хорошо идет. Если вы будете носить подобный же образ, без проблем. Вопрос в том, кто его будет стричь. Потому что универсалы умеют стричь подобные стрижки. Барберам тяжело менять, как я уже вам и говорил, вот эти плоскости, и оставить все это вам таким красиво отросшим. Поэтому придется скорее всего выбрать себе толкового универсала, либо очень хорошего мастера. Сразу спрашивая, может ли он подстричь стрижку точно так же. Как ее укладывать? Практически никак. Для нее нужны такие вьющиеся волосы, но не в сильное кольцо, такие в завиток сантиметров 4-5. Вы отращиваете волосы и дальше немножко пшикаете морской соли, просто чтобы добавить волосам упругости. Сушите это хаотично феном в каждом своем направлении. Даже можно просто руками расчесывая волосы в разные стороны. Подсушили их, сбросили все это вот так вперед на лицо. И все, здесь практически никакой укладки нет. Высушили вот так вот волосы, растрепались и пошли. За счет этого эта стрижка и прекрасна, но подойдет далеко не всем. Ребятам с круглым лицом категорически нельзя эту стрижку носить. Также неоприятности его внешнему виду добавляет вот такая щетина. То есть обратите внимание, борода щетина, она не оформленная, не подровненная. Она просто вот как отрастает, он ее сбрил, она отрасла заново, он ее сбрил, она отрасла заново. То есть он не особо заморачивается, он просто редко бреется. Поэтому заросшая шея, вот это все торчащие волосы на щеках, все это добавляет неряшливости и добавляет ему возраста. Ему даже просто аккуратно подровнять щетину, убрать лишние волосы на шее и будет смотреться гораздо приятнее и аккуратнее. Поэтому не забывайте про бороду, когда полностью собираете себе свой образ. Это очень-очень важно. Следующий в нашей подборке это, конечно, Льюис Хэмилтон. Вот он. Здесь вы видите кудрявого такого парня с явно выраженным афро практически, с небольшой бородкой. И все понятно. Подобная стрижка требует определенных волос, чтобы они у вас были. Мы просто не могли его не разобрать. И борода растет у нее не особо густая и выглядит это не совсем опрятно. Поэтому хотелось бы заострить внимание на следующем его образе, на вот таком, где мы видим у него уже заплетенные брейли афрокосы и аккуратную бороду. Вот обратите внимание, многие парни все безумно мечтают о том, чтобы у них выросла густая бородища. Я замучиваюсь каждые 3-4 дня подбревать себе бороду под 3-4 миллиметра. Я беру просто насадкой всю эту щетину убираю, потому что длинная борода меня сильно раздражает, она старит. У него же борода не растет густой, она растет явно не густая, она растет у нее немного на подбородке, чуть-чуть есть усы и немного есть на щеках, есть проплешины. Обратите внимание, что он делает. Он не убирает ее в ноль и он не позволяет ей отрасти до уровня неряшливости. Он оставляет ее буквально на уровне двухнедельной щетины. За счет этого она подчеркивает его скулы, подчеркивает углы челюсти. Есть небольшое утяжеление на подбородке. И выглядит все это вполне себе опрятно, вполне себе аккуратно и смотрится очень даже хорошо. Кому подойдут брейды? В принципе, ребятам красивым от природы и все. Другим не подойдут. Почему? Потому что брейды никак не корректируют лицо, они полностью его оголяют. И в принципе, это то же самое, что побрить голову на лысо. То есть, вот люди, кому идут брейды, они могут смело ходить лысыми. Никакой корректировки не происходит, просто эпатажная стрижка. И зачастую, кстати, многие спортсмены ее выбирают, потому что она правда удобная. Не нужно особо заморачиваться, ухаживать за волосами, но они вроде как есть. Далее, друзья, у нас Дженсен Баттон. Вот он. Здесь его образ уже ставший такой современной классикой. Обратите внимание, аккуратно отчесаны волосы на одну из сторон. То есть, чаще всего это он их отчесывает на правую сторону, судя по фотографиям. Волосы обладают легкой волной, светлые. У него есть аккуратная борода. Все супер, все круто. Нет никаких ярко выпиленных фейдов. Просто аккуратная стрижка, которая отлично подходит под его тип лица, на самом деле. Лицо худощавое, лицо у него, на многих фотографиях смотришь, оно ближе к овальной форме за счет своих пропорций. Но борода его чуть-чуть расширяет, поэтому он выглядит немного квадратным. Но на самом деле это овал. Лицо позволяет носить подобную стрижку. Стрижка аккуратно ему подходит. Чтобы носить такую же стрижку, вам потребуется буквально 4-5 сантиметров волос на фронтальной части головы до 6. И там буквально сантиметра волос на висках. Вы все это делал виски сушите вниз. Челку отчесываете на одну из сторон. Укладывайтесь на глину, пасту, помадку. Кому что нравится. И носите подобный образ. Обратите внимание на аккуратную и опрятную бороду. На самом деле она здесь ему классно идет. И борода у него светлая. Это к тому, что многие парни не хотят отращивать бороду, когда она у них светлая. И думают, что она им не пойдет. На самом деле вполне может пойти. Светлые бороды смотрятся круто. Обязательно экспериментируем. Стрижка подобная подойдет практически любому, любому типу лица. Она отлично впишется за счет висков на узкие лица. Там ромбовидные, прямоугольные. Она отлично впишется для круглого лица за счет удлинения на фонтальной части головы. Поэтому это уже современная универсальная стрижка, которую можно смело посоветовать всем. И конечно же, друзья, как мы не могли затронуть легенду, которая навсегда в сердцах просто миллионов, десятков миллионов людей по всему миру. Это Михаэль Шумахер. Вот он. Здесь обратите внимание, плюс-минус у него практически всегда была одна и та же стрижка. В ноль наголо он редко выбривал виски, хотя бывали и ультра короткие варианты. Но сверху у него всегда оставалось максимум 3-4 сантиметра волос, которые в растрепанном стиле он просто отчесывал. Отчесывал круто, потому что у него на краевой линии есть несколько вихров. И чтобы не заморачиваться с укладкой, он просто носил короткие стрижки. Как я уже и говорил, если на краевой линии есть вихры, наш вариант либо длинные волосы, либо короткие волосы. Средняя длина здесь не подойдет. Вот он и не заморачивался. Стрижки были короткими. Но смотрелось это круто, смотрелось это классно. И на всех фотографиях Шумахер был уложенный. И обратите внимание, укладывался он всегда с помощью либо геля, либо каких-то помад. То есть эти волосы почти всегда у него блестели, было видно, что они уложены. Смотрелось это очень круто, интересно. Как наносить такую же стрижку? Во-первых, на висках в принципе может быть до 2 сантиметров волос. Если их будет длиннее, чем там тот же самый небольшой фейт-переход, тогда вы их просто отчесываете все с помощью расчески назад. Виски должны быть довольно мягкими. А вот фронтальная часть уже 3-4 сантиметра, 5 сантиметров волос максимум. И что вы делаете? Вы наносите себе, когда делаете укладку, тот же самый гель, либо помаду. Хорошо прорабатываете все волосы. И после этого отчесываете их просто на одну из сторон и растрепываете рукой. Растрепывать можно даже вот подобными жестами. Но, как правило, подобные стрижки подходят парням, у которых в принципе волосы такие непослушные, шебутные. И они их делают короткими. И смотрится это очень здорово. Данная стрижка подойдет ребятам и с круглым лицом, и с квадратным лицом. Только она не очень хорошо подойдет ребятам с ромбовидным лицом. Кстати, вот у Шмахера прямоугольное лицо, вытянутое. Оно еще больше его вытягивало, но за счет того, что черты лица правильные. Поэтому, в принципе, смотрелось это неплохо. Ну что, друзья, не забываем перейти по ссылочкам в описании. Сначала в наш магазин подобрать себе нужную укладку, а потом на сайт barbarossa.top. Там есть список наших филиалов. Я уверен, наши барберы могут спокойно подобрать вам любую стрижку из этой подборки. Я прям уверен. Придете, покажете фотографию, и вам сделают все так, как вы хотели. И будете словно пилот Формулы-1 рассекать по своему городу. Ну что ж, друзья, еще 20% скидка на первый визит явно вас порадует. Не забываем поставить палец вверх, подписаться на канал и написать комментарий, кого же мы не разобрали. Ну что ж, до встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.